Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Final Fearing на максимальной сложности. Что мы будем сейчас делать? Мы пойдем в бой прям сразу. Возьмем вот этот флот, да и пойдем долбить вон тех ребят. У них сила 378, у нас силы 402. Вместо одного эсминца у нас, у них один фрегат. Так что, я думаю, мы тут сможем победить, забрать эту клетку. Можно, конечно, двигаться вон туда. Там никаких бас нет, никаких врагов нет. Но отсюда мы потом сможем достать маленький кораблик, не маленький, любой кораблик вот здесь и соединить. То есть, ход атака, следующий ход объединяем и получаем флот из четырех кораблей. И с флотом из четырех кораблей, ну, на 1300, конечно, мы не пойдем. Но, тем не менее, флот из четырех кораблей сможет уже пойти дальше в этом направлении, что-то делать здесь. Потому что никуда в ту сторону у нас силенок не хватит пока. Вообще никуда. Вот, так что возьмем, сделаем четыре и этими четырьмя потом пойдем. Может быть, вон там получится осилить. Может быть, так, это вообще пустая, можно будет забрать. Это пустая. В общем, пока идем сюда для того, чтобы сделать крупный флот. Полетели. Так, а я не могу полететь. Потому что я уже сделал ход в прошлый раз. Есть у меня диссераптор. Но применить его некуда, да? Есть у меня пропаганда. Ну, давай пропагандой тогда вон туда пульнем. Может, захватим. Нифига не захватим. Ну, ладно. Погнали в следующий ход. И потом уже идем в атаку. Что-то я думал, что он прямо сейчас будет. А вот у него пропаганда работает, у красненького. У зелененького. Что-то маленький, маленький одинокий кораблик. А вот у этого пропаганда тоже не работает. Красный пошел в атаку на зеленого. Как будто нам империи тут мало. Ну, понятно, что с империей пока рановато воевать. Всем нам. Давай сделаем обгрыд, чтобы поднять наши шансы. 390, 402. У нас крейсер и эсминцы. Ну, кстати, можно корабль собрать. Заберем корабль. Два еще на очереди строятся. Здесь фрегаты. Как раз два крейсера готовятся. Еще один эсминец можно начать делать. Пусть делается, пригодится. И сейчас сделаем какой-нибудь апгрейд на крейсер, может быть. А может и на эсминец. До МК-3 можно поднять наш крейсер. Либо до МК-4 поднять эсминец. Эсминец-2. Давай поднимем эсминцы. Их у нас два. Тем более, что они получили новую тут возможность какую-то. Стрельба ракетами. Укрепляет защиту своих кораблей. Ну, то есть, поддержка. Еще одна поддержка. Ну, что ж, неплохо. Сгодится. Так. И по модулям что-нибудь. Можно какую-нибудь модуль. Перезарядка. Перезарядка. Плюс к восстановлению. Плюс к урону. Вот 560. Хочется урона поднять. Ну, это по щитам. А, у нас фрегатик должен был по броне-то бить. Хотя у них... А у них есть фрегатик, который будет по броне бить. Нам нужно что-то, что будет бить не по щитам. Так вот термальные пушки против брони. Ну, вот это и возьмем. Плюс 10 просто. А, нельзя. Тогда термальные ракеты. Они тоже бьют. Да, по броне. Берем термальные ракеты. Все. Возвращаемся, проверяем. Теперь наша сила. 424. Ну, чуть-чуть подняли. И на том спасибо. Все. Летим в атаку. Какой класс у него тут? МК-2, МК-3. И фрегатик. Еще МК-3. Ну, у нас эти уже наши МК-4. Ладно, двигаем вперед. Раз, два, три, четыре, пять. Если мы двинемся по максимуму, он до нас дотянется, да? На одну продвинемся. Так он до нас не должен дотянуться. А вот мы теперь до него сможем дотянуться и ударим первыми. Хотя, стой, подожди, не стреляй. Сначала поцарапаем щиты. Огонь по щитам. Хотя, может быть, я и напрасно стал ковать этого, потому что сможет он ему восстановить щиты. Вот, кстати, интересный момент. Когда бригад стреляет, он пробивает броню, несмотря на щиты. А вот этот, когда стреляет крейсер, он из-за щитов броню-то не пробивает. Так, ну и все восстановилось, конечно. Понятно. Читон весь отходит всеми силами. Пойдем тогда... Сколько перезарядка? Три хода будет. За ход снимем щиты. За второй кромсаем. Ладно, продолжаем тогда атаку. Угу. Огонь. Чуток не добились щиты. Ладно, повторим по-дальнему. И теперь... И ракетами. Может, дотянется уже до брони? Да, дотянулся до брони. Отлично. Сейчас эсминцами восстановим. Друг друга просто. Один эсминец восстановит другой. Вот, вот про это я говорил только что. Несмотря на то, что щит есть, бригад все равно пробивает. Отсюда восстановим вон туда. Все, все восстановлены. Торпеды. Так, торпеды приедут сюда. Сюда я не хочу. Вот так вот. Если я прыгну, то я смогу валить торпедами. Щитов у него уже нету. Огонь. Нормально. И пушками. Пока держится еще. Ладно, будем бить ЕМБ пушками. Все равно урон будет. Хоть и маленький, но будет. А тебе уже тянуться некуда. Давай воюй с фрегатом. Можно, кстати, использовать штукенцию. Усилит защиту на эсминцах. Упрыгал. Упрыгал. А, торпедой будет сейчас лупить. Ну, как раз вовремя усилена защита. Всеми силами. Конкретно фрегат нам поковырял. Не дотянусь я туда. Вообще не дотянусь. Но я дотянусь ракетами и уничтожу его. Да. Все, ракетами уничтожил. Восстановим щит. И, может быть, фрегата дотянемся. И там тоже щит начнем крушить. Да давай, лупи его. Все равно урон будет. Меньше, конечно, но будет. Ну, вот ракеты фрегатские не пробивают броню, пока есть щит. А вот пушка фрегатская пробивает броню, даже когда есть щит. И вот так он упрыгал ловко и умело. Но мы сейчас вдогонку за ним скакнем и добьем. Есть. не дотягивается. Я думаю, что в этот ход мы его разберем. Все равно уже не в том порядке надо было стрелять. Сначала по щитам, потом уже оттуда, но уже поздно. Но это было не важно. еще и торпеды есть. Значит, сейчас сделаем прыжок. Зарядим торпедой и торпеды его заберут. Победа. Ну, немножко взяли резов и взяли сектор. И сектор, кстати, взяли хороший. Тут тоже можно делать крейсера. Значит, тогда даже не надо вон там делать, чтобы тащить сюда. Можно прямо здесь добавить добавить четвертый корабль во флот. Тем лучше. Сэкономили ход на пополнениях. Это хорошо. Ого, там уже корабли. Ну, вот этот флот красного может уже с имперскими кораблями посражаться даже. Сколько у нас сил? 588. 1300. Здесь у нас без шансов. 660. Ну, тоже вопросы. Может, да, может и нет. Точно нет, точно нет. Точно нет. Ладно, двигаем тогда сюда и потом будем искать там пути новые. еще одну зеленую базу захватывает красный и зеленый теряет свой флот под натиском империям. Сколько тут резов-то еще осталось? 1300 Хорвестер, я вот думаю, делать-не делать. Давай сделаем, потому что враги рядом, пускай активней тащат. и двигаем такс. Сюда двинем он нас прибьет. Двигаем вот сюда, чтобы он точно нас не прибил. Вон туда дальше пойдем, либо 552. вот здесь можно разобраться. Хотя, может, и не будет это просто, а может, лучше туда пока полетим. Пропаганду. Давай попробуем пропагандой забрать. Есть, забрали пропагандой в какой-то веке. Лететь туда особо незачем. Хотя, вот зато видно 552 и тут 552 и тут 550. Все три флота одинаковые, значит, сэкономили ход, опять же, туда можно не лететь в любом случае. Что оттуда мы будем биться против 552, что в двух этих направлениях, раз нам по-любому биться, то нечего откладывать, полетим следующий ход вот сюда. Если бы там были послабее какие-то гарнизоны, можно было бы нападать на них, но слабее никого нет. У нас пространство для маневр сильно ограничено. Хотя, возможно, у нас будут потери. Дисраптор останавливает флот Империи. Ну, а красный продолжает экспансию свою. А Империя делает какие-то странные маневры взад-вперед двигаться вместо того, чтобы идти самого сильного красного, например, гасить. Ну что, погнали на 552. Пойдем сделаем апгрейд какой-нибудь. 660 надо на МК-3 не вытянем. Перезарядка микроджамп-драйва. Перезарядка торпед. Здесь чего? Перезарядка, перезарядка. 25% на лечение. Вот дополнительный урон есть на ЕМП-пушку. Это хорошо. Давай возьмем его. Будем поактивнее лупить. Ну-ка, посмотрим. 52, по-моему, не прибавилось. Ладно, летим в атаку. Нас вариантов-то немного. Больше двигаться некуда. смотрим. Модификации МК-3, МК-2, МК-2, МК-3. Ну, вот у него фрегат против нашего эсминца. Крейсеры двушки. Нас тоже крейсеры двушки. И эсминец у нас четверка. Ладно, кучкуемся как-то поближе. Чтобы можно было потом всех восстанавливать. На одну вперед двигаемся. Поехали. Может быть, имеет смысл сначала эсминца расфигачить, чтобы он их не лечил. Как бы нам к нему подкрасться три хода на джамп-драйве. Раз, два, три. Значит, он сделает раз, два и сможет атаковать. Либо мы сейчас атакуем его первый корабль, либо он придет атаковать наш первый корабль, либо мы попытаемся сейчас отойти, чтобы перезарядить торпеды. Два хода сейчас попытаемся смотаться, но он тоже подпрыгнет к нам. Я думаю, как прыжком одним предподлететь к эсминцу, задомбить его торпедами, и у него не будет восстановления уже щитов. Это было бы хорошо, но непонятно, как так сделать. Давай попробуем уйти на правый фланг. Так, тебе пониже уйти на правый фланг. Дотянулся все равно до нас. все равно до нас дотянулся. Мы пойдем в атаку на эсминец. Выбьем эсминца. Эсминец сейчас открыт. Пол щита забрали. С пушки больше забрали, чем с этого самого. Двигаем. Давай добивай щит. Все, щит добил ракеты. Хорош. И еще один. Не прокатится. Теперь этот не дотянется никак. В этого валит. Давай мелкого тогда. Хотя как не дотянется. Ракеты же есть. Есть же ракета. Ракета не дотянется. и заберет его. Все, минус эсминец. Теперь он не сможет восстанавливать свои корабли. Это отлично. Добиваем фрегат тогда. Вернее, как добиваем. Фрегата еще здоровья мамы не горюй. Поэтому конечно не добиваем. Просто бьем по фрегату. Следующий ход появятся торпеды. но у нас заряжено восстановление щитов. Так что мы все дело поднимем. Здесь надо было накинуть сюда укрепление брони. И сюда было неплохо накинуть укрепление. Сейчас накинем. Отходит, отходит. Так, сдавай на на тот накинем. и на этот накинем. Плюс здесь восстановим щит. А здесь восстановим щит. Хотя наверное хотя ладно не буду мелочиться потрачу лучше ракеты на восстановление. Зато теперь у нас флот практически не битый не крашенный. Торпеды появились. Зараза не попаду. хотел фрегата догнать добить. Ладно давай вот по этому сейчас ввалим торпедами. Огонь отсюда прямо есть разворот. Немножечко еще. ракет нету пушка не дотянется. Пропрыгивать смысл немного ладно. Пошла торпеда и огонь пушками. Бьем структуру. пытается смотаться. развернулся для удара торпедами но у нас укрепленная защита здесь поэтому не так страшно. Фрегат вообще не атакует. А мы сейчас тоже прыгнем прямо вот сюда и добьем его я думаю торпедами до конца. Ай блин не в ту сторону. ладно можно развернуться еще. Огонь торпедами. Держится зараза. Близко для ракет. Добивай его пушками. Нет не хватает. Ракетками. Да какой ты живучий а зараза. Ладно все теперь мы точно край. Готов. Оставили эсминец правда позади давай эсминец ступай. Торпеды ехтыш ой блин да серьезно серьезно прилетело и фрегат сейчас его еще давай ой да все стволы да и фрегат тоже дотягивается восстановительных ракет нет нет ладно разворот боем фрегат не дотянулся вообще ничем ну надо ну надо есть минус фрегат теперь подходим прячься восстанавливаем щит и в принципе все наверное да да ну у него последний остался корабль не знаю по таким углом сможет нет не сможет тогда давай отпрыгнем теперь сможет просто фокусируем весь огонь прыгаем вон туда отсюда пушки ракеты так торпеды есть даже торпеда прыгаем торпеды пошли пушки торпед нету но есть все остальное и так дотянемся тоже все наверное да ну даже без потерь удалось под три сотни уже ресиков собираем с этих флотов с этих гарнизонов ох и захватили верфь с батл круизерами и захватили месторождения зря я харвестер сделал в прошлый ход потому что сейчас мы отсюда не копаем а могли бы и могли бы копать отсюда харвестер ну харвестер строим ой харвестер батлкруизер строим батлкруизер посмотрим на него вот такой будет батлкруизер я в прошлом прохождение у меня были батлкруизеры я до карьеров доходил до авианосцев вот красотища все строим первый свой строить мы строим только воскнуть его некуда он в этот флот все равно не влезет но можно будет один крейсер поменять на линкор на этот все едем дальше зеленый тоже увеличивает свои флоты а красный продолжает вот странный маневр зеленому надо было двинуться в противоположную сторону и уничтожить маленький флот красного и пойти восстановить свои земли в общем-то и действует как-то либо слишком хитро что я не понимаю его замыслов либо не очень разумно потому что вот сейчас покажу о чем я говорю вот он тут стоял вот тут маленький вражеский флот он летит на пустую клетку нафига лети сюда уничтожь его иди забирай раз два три четыре своих куска там тем более вон твои зеленые вместо что соединишься то есть он идет на пустую допуская потери сектора причем этот прилетел еще заблокировал плот ну то есть что зеленые делает я не знаю как-то не очень это выглядит все строим харвестер все теперь начинаем собирать здесь резы два крейсера у нас да три крейсера не знаю делать ли еще крейсер про запас или не делать отсюда мы можем двигаться туда вот 550 мы только что разобрали снова разберем сюда не пойдем потому что он в ответный ход может нас уничтожить вот сюда можно тоже 550 пойти поражать там непонятно что правда есть но можно будет двигаться вон туда либо идти вот сюда из два хода у нас тыдык-тыдык тыдык-тыдык туда тянутся далеко можно еще один флот собрать у нас 8 флотов а сделано 3 то есть можно сделать вот здесь флот опять же из 4 из батлкрузера когда он будет готов крейсера и двух эсминцев вот здесь вот прямо и отсюда полететь в ту сторону один пойдет тогда сюда второй пойдет туда даже тогда оставим этот флот как он есть из этих четырех кораблей не будем разбирать менять прям так его и пустим он сможет пройти по крайней мере здесь вот там еще непонятно а вот сюда он точно пройдет может и дальше пройдет и отсюда еще один через вот эти же 552 других у нас направлений нету подписывайся на канал нажимай колокольчик чтобы узнать как дальше будет проходить эта кампания пиши комментарии ставь лайки заходи в дискорд ссылка в описании поддерживай канал на бусте чтобы получить ранний доступ к контенту спасибо за просмотр и пока пока Продолжение следует...